Привет! У меня уже накопился довольно большой опыт общения с людьми, которые изучают 3D-моделирование. Да я и сама так или иначе постоянно изучаю 3D. Поэтому в этом ролике я бы хотела поговорить с вами об ошибках, которые зачастую допускают люди при изучении 3D-моделирования, которые замедляют их обучение и мешают им развиваться. И ролик будет полезен не только тем, кто изучает 3D-моделирование в Блендере, но и в целом 3D-моделирование или 2D-рисование, потому что советы довольно-таки универсальные для обучения разным CG-штукам. Короче говоря, не будем больше тянуть, поехали! А если вы сами только хотите приступить к изучению 3D-моделирования, советую вам начать с бесплатного мини-курса по Блендеру от команды VideoSmile. Бесплатный курс предназначен для абсолютных новичков и состоит из шести небольших уроков, в ходе которых вы познакомитесь с интерфейсом программы, базовыми принципами моделирования и текстурирования. И по итогу вы сможете сделать вот такую красивую сцену, а проявив больше фантазии, доработать ее и сделать первый собственный проект в портфолио. При этом во время прохождения курса вы сможете рассчитывать на поддержку кураторов в чате, которые смогут ответить на появившиеся у вас вопросы. Такой старт облегчит понимание программы и даст возможность начать работать над собственными проектами, так как вы уже будете понимать базовые принципы моделирования. Напомню, что базовый курс абсолютно бесплатный и все уроки уже записаны, поэтому приступить можно прямо сейчас, но только после просмотра этого видео. Хватит откладывать изучение 3D на потом, переходи по ссылке в описании и сделай свою первую работу вместе с VideoSmile. И, наверное, самая массовая ошибка связана с тем, как нужно смотреть гайды. Давайте признавайтесь, ведь многие из вас начинали свой путь в том же блендере с какого-нибудь пошагового урока на ютубе. Например, с легендарного гайда с пончиком или других. А быть может вы сейчас находитесь на том этапе, когда целыми днями делаете работы по таким гайдам или смотрите какие-нибудь курсы. И поверьте, я встречала огромное количество людей, которые, посмотрев кучу подобных видео и сделав кучу классных работ по гайдам, сидят в ступоре и не могут сделать что-то свое без инструкции. И так как я и сама начинала с подобных гайдов, мне есть о чем поговорить, потому что, посмотрев все те же бесплатные гайды, мои работы выглядят не так, а вот так. Я считаю, что гайды и пошаговые туториалы – это прекрасно, но нужно правильно подходить к их освоению. Когда вы включаете какое-нибудь видео с уроком и начинаете шаг за шагом его повторять, вы ничего не запоминаете. В такие моменты у вас работает только коротковременная память. Вы думаете лишь о повторе и, скорее всего, никак не обдумываете информацию, чтобы закрепить ее у себя в голове. И даже если вы считаете, что все обдумываете, то, скорее всего, это не так. Это как со сдачей сессии, когда нужно что-то зазубрить, а после выхода с экзамена знания просто вылетают у тебя из головы. Да, следуя шаг за шагом, ты сделаешь пончик, но сможешь ли ты через неделю без подглядывания в этот видос или в свои файлы повторить материал с поверхности пончика? Или объяснить, как работает этот шейдер, чтобы сделать материал более гладким? Если ты просто повторял шаги и вбивал все параметры, как говорил преподаватель, то, скорее всего, нет. В этом и проблема. Люди любят такие гайды, потому что на короткой дистанции это помогает получить результат здесь и сейчас. Но в перспективе вся радость изучения 3D разбивается об осознании того, что спустя полгода повторения гайдов, ты не знаешь, как сделать что-то свое. И не понимаешь, что делать дальше, если ты прошел все гайды на ютубе. И нет, решение это не какие-нибудь платные курсы, потому что и на курсах происходит абсолютно то же самое, если человек просто повторяет действия за преподавателем. Решение кроется в том, как именно нужно смотреть гайды и даже те же курсы, да и в целом любые обучающие материалы. И чтобы реально что-то выносить с просмотра гайдов, нужно ставить себя в неудобное положение и заставлять свой мозг напрягаться. Вам нужно не повторять шаг за шагом, а строить у себя в голове причинно-следственную связь, чтобы понимать, что и для чего сделано, и как это можно использовать в другой ситуации. Звучит, возможно, очень сложно, но по факту нужно всего лишь видоизменять работу из гайда, используя все те же самые приемы, которые вам показали. Например, урок по пончику. Попробуйте сделать не пончик, а круассанчик, или даже бесплатный мини-курс от Видеосмайл, о котором я говорила. Попробуйте сделать немного другой домик, например, круглую башенку. И все. Поздравляю. Вы напрягаете мозг и лучше усваиваете информацию. Так вы не только сделаете что-то прикольное, но и закрепите свои знания для того, чтобы потом было легче понимать, как решить ту или иную задачу. И, вероятно, вы узнаете что-то новое, чего даже не было в гайде. И я могу со 100% уверенностью сказать, что все мои знания в 3D и все эти ролики, где я за неделю или за месяц добиваюсь прикольных результатов, они все основаны именно на таком подходе. Я никогда не повторяю урок шаг за шагом, а всегда видоизменяю идею, чтобы с полученными знаниями сделать что-то новое. И это реально помогает хорошо понимать происходящее. У меня, например, самый частый вопрос в Телеграме или ВК про то, как я училась работать с нодами и какие гайды по нодам я смотрела. Но прикол в том, что я никогда не смотрела какие-то специальные видео по нодам, а все мои знания, полученные из разных уроков и даже того же видоса про пончик. Но я не просто повторяла, а сидела и тратила солидное время на то, чтобы самостоятельно покрутить все ползунки и посмотреть, что при этом меняется. Также советую отказаться от модели поведения, когда вы смотрите урок пару секунд, ставите на паузу и повторяете это действие, а затем снова смотрите пару секунд. Лучше или полностью посмотреть видео и пойти что-то делать, или же разбивать его на более глобальные куски, хотя бы по несколько минут. И да, у меня были ролики, где я шаг за шагом повторяла гайды на ютубе, но я же надеюсь, мы все понимаем, что это ради вашего развлечения. И это была только первая ошибка, но прежде чем мы продолжим, я бы хотела попросить вас поставить под этим роликом лайк, если это видео покажется вам хоть сколько-то полезным. Для вас это секундное дело, а для моего канала это очень-очень важно. Так что ставьте лайк прямо сейчас, потом можете его снять, если вас что-то не устроит. Следующая ошибка заключается в том, что многие осознанно или не очень ограничивают себя в поиске информации. Конечно, проще посмотреть пошаговый гайд, где все разжевывается, но когда ты уже начал понимать интерфейс, не стоит зацикливаться только на озвученных пошаговых. На ютубе огромное количество крутых спидартов с моделингом, где зачастую можно посмотреть очень крутые фишки и подходы к работе, что потом можно очень эффективно использовать в своих моделях. Очень полезно понимать, какие этапы есть в работе у других художников, особенно из тех сфер, что вам интересно. Ведь далеко не все художники делают поэтапные гайды, зато многие и правда выкладывают спидарты и даже целую кучу видео без ускорений. То же самое относится и к англоязычным гайдам. Не все хорошо знают английский, некоторые даже работают в блендере с локализированным интерфейсом, поэтому даже не рассматривают возможность поиска гайдов на другом языке. Но так уж получилось, что англоговорящей аудитории побольше и крутых уроков таких ребят тоже побольше. Так что смотрим, стараемся понимать и пожалуйста начинайте работать в прогах на английском, вам и правда будет проще учиться. На корняк технологии вон как уже зашли и в том же Яндексе можно смотреть видео на ютубе с переводом в реальном времени и это круто. В особенности в очередной раз могу порекомендовать канал CG Boost, наверное это один из самых моих любимых каналов с уроками на данный момент. Насчет ограничений себя, также можно добавить еще и расширение кругозора. Это уже наверное относится не совсем к новичкам, но если вы и правда хотите развиваться как 3D художник, нужно учиться не только моделить и текстурить, но и презентовать свои работы. А тут на каком-то этапе без знаний композиции, цветовых сочетаний начинает становиться сложновато. И поверьте, художники и фотографы уже давно наснимали всевозможных уроков на эту тему. Поэтому не стоит зацикливаться только на каналах по 3D, стоит поактивнее засматриваться и на каналы художников и прочих CG деятелей, чтобы расширять свой кругозор и прокачивать насмотренность. И это становится еще важнее, когда вы начинаете работать над собственными уникальными проектами, а не делать модель чисто с референса. Следующая ошибка, которая зачастую приводит к полнейшему выгоранию и тому, что люди попросту забивают на изучение 3D моделирования, это потеря какого-то ориентира. В какой-то момент может оказаться, что сидишь ты такой, вроде что ты умеешь, но абсолютно не понимаешь, что тебе сейчас делать и что изучать. И ты думаешь, что у тебя вообще нет идей и может вообще пора оставить это занятие, потому что ты в тупике. В такие моменты нужно откатиться в своих мыслях назад и вспомнить, а почему ты вообще начал заниматься 3D моделированием, что тебя в это привело, что тебе хотелось научиться делать. И скорее всего ты вспомнишь многие забытые для себя моментики. Наверное, можно сформулировать этот пункт и по-другому. Нужно не забывать о том, что тебе нравится делать и что приносит тебе удовольствие. И лучше, конечно же, всегда делать то, что тебе интересно и что тебе нравится. Да, может сейчас ты только смотришь гайды и уроки, но я уверена, что любой гайд и уж тем более любой личный проект можно перевернуть в сторону того, что тебе было бы интересно замоделить. Понятное дело, если твоя работа уже завязана на 3D, то чаще всего выбирать, что тебе делать, у тебя не получится. Я, например, сейчас по уши завязала в моделинге фотореалистичного окружения, хотя в моделировании мне больше нравится стилизация. Но именно первое приносит мне доход, поэтому все-таки нужно разделять работу и личное творчество. По крайней мере, мне помогают личные проектики на любимые темы в свободное время. Как, например, ролик со скульптом персонажей, в котором я делала лягушку, или этот аксолотль на фоне. Короче говоря, мой совет в том, что никогда не стоит забывать о своих предпочтениях и делать то, что вам действительно нравится и что действительно интересно. Ну и тут можно добавить еще одну вещь, которую ну очень хочется сказать. Не судите себя по другим. Не нужно сравнивать свой прогресс с другими людьми за то же время. У всех нас разные обстоятельства, разное количество времени на изучение 3D и разная скорость освоения материала. Кто-то может позволить себе круглыми сутками сидеть и изучать 3D несколько месяцев подряд и уже через полгода устроиться в крутую студию. А у кого-то основная работа 5 дней в неделю по 8 часов и временно 3D-шку остается разве что по выходным. Поэтому вполне нормально, что у кого-то прогресс идет быстрее. Главное, не судите себя по таким ребятам и идите к вашей цели в своем темпе. Ну и последний пункт, который, если честно, иногда даже у меня вызывает возгорание пятой точки. И это не просто неумение гуглить или неумение формулировать свою проблему, но и просто отсутствие желания пытаться разобраться в проблеме самостоятельно. Вы бы знали, сколько человек в день стучится мне в личку с элементарными вопросами, ответ на который в той же формулировке можно найти буквально по первой ссылке в гугле или в первом видео на ютубе. Я не знаю, что за вопросы вы там себе напредставляли, но зачастую вопросы реально из-за разряда, а как сделать материал стекла, а как удалить полигон, а как повернуть холст в фотошопе, а как создать камеру и кучу подобных примеров. Понятное дело, когда вы только начинаете чему-то учиться, куча вещей кажется непонятной и сложной. И многие, столкнувшись с той или иной проблемой, любят идти по легкому пути и сразу идти спрашивать у кого-то четкого решения, как это можно сделать. Или искать какой-то ультимативный пошаговый гайд, который сразу их всему обучит. Спойлер, таких не существует. Но все-таки люди пытаются это найти. И мы опять приходим к тому моменту, когда ты шаг за шагом что-то повторяешь и не можешь работать над своими проектами. И в таком случае зачастую теряется та самая самостоятельность, которая взращивает в тебе крутого специалиста. Когда ты самостоятельно начинаешь формулировать свои проблемы, пытаться анализировать, почему что-то не работает. И когда ты самостоятельно начинаешь искать решения, ты нарабатываешь бесценный опыт, который пригодится тебе в будущем при работе с 3D. Помимо решения проблемы, ты скорее всего найдешь и дополнительную информацию, которая может еще больше прокачать твои знания. Как раз-таки самостоятельное решение собственных проблем является самым эффективным способом обучения. Потому что именно такие ситуации, когда вам что-то нужно и вы добываете информацию, воспринимаются мозгом лучше всего. И лучше всего откладываются в вашу долговременную память. И да, это нормально, что поискав какое-то время, вы не найдете решение. И уже тогда с чистой совестью вы можете пойти в те же самые чатики и спросить совета там. Например, у меня есть телеграм-канал, и у нас там довольно активный чатик, где сидят и новички, и опытные ребята, которые с радостью помогают друг другу. И уж точно не нужно бояться спрашивать, если ваш вопрос кажется очень глупым. Просто сразу старайтесь как можно подробнее описать ситуацию, это и вам поможет сэкономить время, и другим. Да и в целом тут еще такой совет от меня, когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, которую не понимаете как решить, или к которой не знаете как подступиться, старайтесь смотреть на проблему шире и глобальнее. Например, вы делаете стекло в окне. Не обязательно, что ответ найдется по запросу, как сделать стекло в окне. А вот какой-то более глобальный запрос про то, как настроить шейдер стекла, может вполне сгодиться. Опять же, по аналогии с самой первой ошибкой, которую мы обсуждали в этом ролике. Не нужно искать конкретный гайд, который на 100% ответит на ваш вопрос. Скорее всего, такого гайда и просто не существует. А проще и гораздо полезнее найти несколько источников, которые в сумме помогут вам решить проблему, а еще и узнать что-то за рамками этой проблемы. Такие вот дела. Вот такое получилось видео, уж очень хотелось поговорить с вами на эту тему и немножко высказаться. Надеюсь, это было полезно. Если это правда так, то обязательно поддержите видео лайком и комментарием и поделитесь с тем самым другом, который изучает 3D-моделирование. Ну и комментарии, конечно же, открыты для обсуждения. Расскажите о вашем опыте изучения 3D, о том, что вам помогает больше всего, о том, что вам помогает меньше всего. Или, быть может, вы новичок, который только-только погружается в этот путь и встает на тропинку изучения 3D-моделирования. Большое спасибо вам за просмотр и большое спасибо спонсорам на Boosty, которые поддерживают выход моих роликов. Ну а на этом у меня все. Удачи вам в творчестве и до встречи в следующих роликах. Пока!